Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова МИД Турции в свою очередь отметил, что это решение окажет негативное влияние на отношения между двумя странами, добавив, что Макрон запомнится как популистский лидер, который политизирует историю. Признание 24 апреля днем памяти жертв геноцида против армян было включено в предвыборное обещание президента в Макрон в 2017 году. Боевики, действующие в Идлипской зоне деэскалации, нанесли не менее пяти ударов по мирным городам Сирии. Об этом сообщил в ходе брифинга глава российского центра по примирению враждующих сторон Сирии генерал-майор Виктор Купчишин. В течение суток боевики совершили обстрелы населенных пунктов Джуб-эс-Зарур два раза и Айн-эль-Ашара провинции Латакия, Тель-Базан провинции Хама, района научно-исследовательского центра в городе Алеппо, отметил Купчишин. Это еще одно свидетельство того, что террористы Идлипу, поддерживаемые Турцией, совсем не готовы к миру, провоцируя сирийские правительственные силы всеми возможными средствами. В западной части села Дурм-Муш в районе Хабики в Себастье и Западной Армении находится холм, который называется «Вершина с отверстием», который представляет собой небольшой интерес для посетителей. Если смотреть издали, то это отверстие с холма, но оно рукотворный тоннель. Пока неизвестно, когда и кем был пробурен туннель. Имеет глубину 34 метра и длину в 55 метров. По словам пожилых жителей деревни, эта деревня была раньше армянской и называлась Гавре, а позже была преобразована в Дурм-Муш. Некоторые думают, что это тайный проход, некоторые что колодец. До сих пор тайна туннеля не раскрыта. По случаю 150-летия филантропа Голосту Гюльбинкяна в Лиссабонской церкви «Манрук» прошла концертная программа, во время которой были исполнены реквием маэстро Тиграна Мансуляна и плач Адама Арво Пиарти. На концерте выступили сопрано Сесилия Родригес, Армандо Пусанте, хор Гюльбинкяна и оркестр под управлением дирижера Тонио Калюсте. Голост Гюльбинкян, родившийся в Западной Армении, последние годы провел в Португалии и всегда мечтал приехать в Армению и передать все свое состояние Армении. К сожалению, желание великого мецената не сбылось. На сегодня у нас все. Далее мы представим вашему вниманию ансамбль «Тенджеви». «Тенджеви» «Тенджеви» Полные версии видео представлены мне в целом сайте телеканала «Западная Армения». Оставайтесь мирными.